События, происходящие в эти дни в Армении, носят экстраординарный характер, поскольку, с одной стороны, кажется, что зарождаются политические процессы, но с другой стороны, их нельзя назвать полностью политическими. Об этом в ходе обсуждений на тему проблемы вокруг Армении и их возможные решения заявил экс-депутат НС, аналитик Арман Абавян. По его словам, движение, возглавляемое Багратом Сарбазаном, получило благословление католикосом Горигином Вторым. И это вполне естественно, потому что происходящее это онтологическая проблема для всех нас, и позиция церкви заключается в том, что эти онтологические проблемы угрожают не оппозиции или власти, а каждому армянину, каждому гражданину Армении. Данная тяжелая ситуация угрожает всем, поскольку все проблемы и вызовы, стоящие перед Арменией, ставят под угрозу существование Армении, сказал он. Относительно самого главного вопроса этих дней, почему церковь, Абавян сказал, я не обсуждаю и не буду обсуждать решение церкви, я обязан принимать то, что церковь считает правильным. Но очевидно, что эти процессы не создают нового водораздела, а наоборот, пытаются разрушить существующие в обществе разделения на черное и белое и так далее. Идет процесс широкой общественной солидарности. Арман Абавян подчеркнул, самое главное, что процесс аполитичен, даже если с ним и не согласны. Да, есть политическая составляющая, все в конечном итоге будет решаться в политическом поле, но сам процесс, философии должны быть аполитичными, и так оно и есть сегодня. Прежде всего, необходимо положить в основу проармянское единство, констатировал Арман Абавян. В свою очередь политолог Арман Гукосян отметил, что наша проблема в том, что в обществе очень много безразличия, общество находится в состоянии апатии, а власть является одновременной и ответственной, и движущей силой кризиса, который развился в стране. По мнению Гукосяна, общество больше не зациклено на личности, люди не ждут конкретного человека, персоны, самый главный вопрос в том, кто может предложить пути выхода из этого кризиса. Персонализированного процесса больше быть не может, потому что мы уже в 2018 году поверили спасителю, и видим, что из этого вышло. Я убежден, что победит четкая концепция. Все ждут четких понятий, а значит Никол, уходи, а потом мы посмотрим, что будем делать больше не сработает. И сценарий 2018 года тоже не сработает. Нам необходимо подлинно национальное единство, которое позволит нам понять следующие вопросы, ну поменялось правительство, как будет проводиться делимитация, или сможем ли мы вернуть Арцах. Сказал политолог. Резюмируя, Арман Гукосян отметил, мы находимся на этапе, когда понятно, что Пашинян уже провалил все возможное, но нам нужны решения, так как вывести страну из этого кризиса только сменой власти и сменой лиц невозможно.